Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на канале. Сегодня хочу вам показать одну фишку Google, которую ввели буквально, наверное, в последнем обновлении, из-за которой даже на телефон ребенка я вернул приложение, которое раньше всегда удалял. Друзья, перед началом видео хочу порекомендовать вам свой телеграм-канал SkiDosha, где я каждый день выкладываю очень хорошее приложение как с Алиэкспресс, так и с российских торговых площадок о хороших товарах по очень интересным ценам. Покупайте с умом. Ссылка в описании. Друзья, как у нас сейчас дети, например, ходят с телефоном? Да не только дети, и взрослые тоже. Идем по дороге, уперлись в экран телефона, да, смотрим, 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 что же там есть такое, и порой даже не замечаем там то в лужу, кто там споткнется, что-то еще. Но это действительно так, таковы реалии нашей жизни сейчас. И вот Google, приложение, цифровое благополучие, родительский контроль, я знаю, что его многие удаляют, ребят, считают его бесполезным, но, во-первых, это делают не все, а, во-вторых, фишка появилась, о ней надо рассказать. Смотрите, что они ввели. Заходим в это приложение, опускаемся ниже, и есть такая функция, как смотрите на дорогу. Если, друзья, интересно вообще про это приложение, я вот про эти три пунктика вам расскажу. Я думаю, что кто-то из вас откроет для себя что-то новое, возможно, будет им пользоваться. Итак, вернемся, смотрите на дорогу. Открываем. Вот здесь вот галочка, если вы поставите, приложение будет активно. Можете давать ему разрешение к местоположению, можете не давать, дело ваше. Что это приложение делает? Смотрите, друзья, когда мы идем, наверное, по дороге, уткнулись носом в телефон, да, что-то там делаем, телефон на самом деле это все понимает. Во-первых, тут куча датчиков в телефоне, да, он понимает, что вы идете, и понимает, что он находится всегда, ну, скажем так, в горизонтальном режиме. И периодически, там, раз в минуту, раз в две минуты, раз в пять минут, то здесь закономерности особо я не выявил, вам выскакивают вот такие вот небольшие уведомления. Смотрите вперед, не используйте телефон на ходу. Внимание, не используйте телефон на ходу. Будьте осторожны. Следите за дорогой, не используйте телефон на ходу. Смотрите под ноги и так далее. Я говорю, ребят, закономерности, с какой последовательностью вылазят эти уведомления, нету, Но когда-то через одну минуту, когда-то через пять минут. Но телефон вам напоминает, что поднимите голову от телефона, посмотрите по сторонам. Может быть, где-то дорогу вы переходите, уже может быть что-то опасно. Вот такая функция, ребята. Можете потестировать. Я говорю, себе я не брал эту, хотя, может быть, и стоило бы это взять. Но на телефон ребенка я ее поставил, потому что мы все прекрасно знаем, как они ходят, уткнувшись носом в телефон. Если кому-то интересно, расскажу про эти три настройщики, которые, я уверен, будут кому-то полезными. Если не найдете для себя ничего полезного, то покажу, как отключить это приложение, чтобы оно больше не мозолило вам глаза, не было в телефоне и, возможно, там не подъедало какие-то ресурсы. Здесь просто график с уведомлением и разблокировками. Вы можете посмотреть. Дальше. Установить ограничения. Панель инструментов. Нажимаем сюда. И здесь небольшие таймеры есть. То есть вы можете сами себя контролировать, сколько вы проводите время в каком-то приложении. Например, вы зависаете очень много в Телеграме. Берете, нажимаете на таймер, устанавливаете время, которое считаете, что вы можете себе позволить, чтобы провести в этом приложении. Нажимаете ОК, таймер сработал. Все. Как только вы пробудете в Телеграме 55 минут, приложение больше не запустится в этот день. В 00.00 все, конечно же, сбросится. Для примера я поставлю сейчас 00 минут таймер, как будто бы он уже исчез. ОК, все, видите, таймер. Если мы теперь зайдем в папочку, где есть приложение, то Телеграм будет серым выделен. И он, соответственно, не запустится. Это можно потом в настройках все это сделать в ручниках, но это уже как бы функция самоконтроля. Далее, друзья, давайте вот третий пункт разберем, концентрация внимания. Потом вернемся к ночному режиму, потому что первый с третьим так немножко связаны. Нажимаем концентрация внимания. И тут смотрите, если приложение какое-то вам мешает, отвлекает вас, нажали сюда, нажали включить. Все. Приложение это больше, опять же, не запустится. То есть, если мы посмотрим Chrome, он выделен серым, чтобы можно отложить этот режим на 5 минут и запустить, потом снова запустить нельзя будет. Это может быть даже лучше хорошо, когда это настроено для ребенка, может быть. Ну и для тех, кто никак не может там средоточиться на чем-то, тоже можно устанавливать такие ограничения. Например, вы где-то на учебе можете задать расписание, что в такое-то время такие-то приложения вам просто недоступны, потому что отвлекают вас там от учебы или от чего-то еще. От них не будет приходить ни уведомления, ничего. Они в это время реально просто не будут работать. Ну и ночной режим. Есть такая фишечка, да, нажимаем настроить. По расписанию при зарядке время сна, то есть, когда телефон вы включаете на зарядку, он будет включаться либо по расписанию каждый день. Ну давайте, например, не из 23, а чтобы проверить из 22, да, наставим. После включения ночного режима звук автоматически выключится. Ну вы можете это настроить, да, какие функции будут включаться, не беспокоить. Либо оттенки серы, видите, телефон стал весь в черно-сером таком режиме. И, соответственно, полностью вообще телефон стал черным-серым. Это называется как бы ночной режим, чтобы вы не отвлекались на какие-то цветные видео, картинки, их неинтересно было вам смотреть. И становится вот такой вот черненький режим. Ну и также можете поставить галочку, чтобы отключать ночной режим при срабатывании будильника. Сработал в 7.00 будильник или в 6 утра будильник, автоматически этот режим ночной у нас отключился с вами. И снова телефон будет полностью цветным. Вот такие три инструмента есть, которые как бы способствуют тому, чтобы вы как можно меньше времени или не меньше, а хотя бы с контролем проводили время свое в телефоне, потому что все-таки это бич, да, в последнее время слишком много мы в телефоне проводим времени. Вот эти фишки, все это на самом деле можно настроить удаленно, вот через этот момент настроить родительский контроль на телефоне ребенка. Как это сделать, расскажу как-нибудь в следующих видео, как вообще настроить так, чтобы вы могли контролировать телефон ребенка вот через функцию родительского контроля. Теперь, друзья, так как это приложение «Цифровой блок получил универсальный», есть на всех телефонах, не только на Xiaomi, показываю, как его удалить, отключить стандартным дедовским способом, чтобы точно сработало на всех телефонах. В данный момент, как видите, оно работает, вот есть в менюшечке, да, нам надо зайти с вами в Play Market. Обязательно должна быть включена светлая тема на телефоне, будет темная тема, ребят, вы не зайдете в ту настройку, которую я показываю. Нажимаете на иконочку, дальше выбираете справку «Отзыв». Здесь выбираете функцию «Как удалять и отключать приложение». Самый первый такой у нас менюшечек. Затем снова «Как удалить приложение, установленное вами». Затем еще «Показать системные процессы». Здесь все по алфавиту идет. Находим наше приложение «Цифровое благополучие». Вот оно у нас называется. После этого нажимаем «Остановить». Окей. И «Отключить». Отключить. Такая галочка загорелась. И теперь, если мы с вами зайдем в менюшечку, выйдем и снова зайдем в настройки. Как видите, особые возможности остались, а приложение полностью пропало, его больше у нас с вами на телефоне не будет. И оно не будет, наверное, поджирать ресурсы, если жрет. Надо включить. Снова через Play Market зашли в эту менюшечку, нажали «Включить». Настройки. Зашли в настройки. Вот оно снова появилось. Вот такая функция, ребят. Говорю еще раз. Ребенку включил своему. Конечно же, он мне бубнит, что мне это мешает, отвлекает. Но вот как раз и хорошо. Пускай ему выскакивает постоянное сообщение, пускай отвлекает его, когда он носом уткнулся в телефон, хоть будет смотреть по сторонам. Спасибо, что смотрели, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех благов вам. Всем удачи. Пока-пока.